Ай, русая коса, коса! Жаль, жаль, жалко мне, русая коса! Жаль, жаль, жалко мне, русая коса! Песни, танцы и смех Воскресенье Захарова стала центром традиционного праздника Александра Сергеевича Пушкина. Музыкальное сопровождение составили хоровые коллективы Одинцовского района. Перед ними стояла непростая задача – представить первый фестиваль народной русской песни подобного формата. Еще по Советскому Союзу нам известен большой праздник, который проходил в Таллине на стадионе, где собирались все хоры. Это был песенный праздник, эстонская песня. Вот такого праздника русской песни в России, в общем-то, нет, который был бы в единый день и который был бы отмечен каким-то местом. В фестивале приняли участие 20 коллективов, более 200 исполнителей и музыкантов. День замечательный, поем мы три песни, песни все веселые, под наше настроение хорошее, под хороший праздник. Премьера фестиваля быстро привлекла ценителей народной музыки. На поляне собрались десятки слушателей. Ну, я считаю, всегда за то, чтобы русская песня была, есть и будет. Все слажено, все прекрасно, костюмы замечательные, поэтому одно только за. Горячительные песни, которые компенсируют холод, который на нас сейчас свалился в начале июня, удивительный холод, а вот здесь он отходит в сторону. Отлично. Коллективы выступали совместно и по отдельности. О каком-либо соревновании не шло и речи. Этот праздник, он именно подразумевает то, что не будет первых, вторых, третьих мест. Я давно об этом мечтал, понимаете, что был праздник русской песни, и люди выступали не за место, приехали на автобусе и тут же уехали, не видя другие коллективы. Здесь сегодня все хотят увидеть друг друга, попеть друг перед другом, так, как это и было, наверное, на Руси. С учетом успеха премьеры организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным и более масштабным. В следующем году на Пушкинскую поляну могут приехать коллективы из других районов Подмосковья и регионов России. Святослав Савенков, Денис Харломов, телекомпания Одинцовы.